С презентации к выступлению я приглашаю социального предпринимателя Кучумова Антона, который является координатором проекта WorkOut. А можно мне еще кликер, чтобы презентация? Спасибо. Одну секундочку. Хорошо. Как вы думаете, что общего между костюмами для собак, менеджерами по рекламе и штуками вроде айфона? Знаменитый писатель-фантаст Рэй Брэдбери в одном из своих интервью назвал эти вещи в качестве примера тех глупостей, которые сделали люди. Человечеству была дана возможность бороздить космос, но вместо этого оно предпочло заняться потреблением, пить пиво и смотреть сериалы. И действительно, если мы посмотрим на современный мир, то он не похож на тот образ будущего, о котором мы могли читать в книгах. Мы до сих пор не летаем на другие планеты, мы не решили проблему голода и болезней, и весь физический труд до сих пор не передан роботам. Почему все пошло именно так? Представим, что вы находитесь в точке А, и у вас есть какая-то потребность. В точке Б эта потребность будет удовлетворена. Кратчайшее расстояние между двумя точками — это прямая. И эта прямая символизирует самое эффективное решение, которое вы будете использовать, чтобы удовлетворить свою потребность. И перейти к следующей, и к следующей, и так далее. И это действительно работает на простых задачах, когда вы знаете, что вам нужно сделать, чтобы попасть из точки А в точку Б. Но есть два важных момента, о которых следует сейчас сказать. Во-первых, в нашем мире не так много простых задач. А во-вторых, на подобных эффективных решениях корпорации не могут заработать. И это их расстраивает. Что происходит, когда вы не знаете точного пути из точки А в точку Б? Появляется ситуация, которую я обычно называю обратной стороной капитализма. Вы обращаетесь за помощью, но вместо того, чтобы получить решение, которое бы удовлетворило вашу потребность, вам начинают предлагать новые потребности и решение к ним. Особенностью так называемых ложных потребностей является то, что у вас создается впечатление, что их реализация движет вас ближе к первоначальной цели. Хотя это далеко не всегда так. Подобный подход происходит из того, что корпорации создаются для извлечения прибыли. Они не знают, что будут в будущем, и поэтому извлекают максимальную для себя выгоду из текущей ситуации. К сожалению, подобный подход также означает, что общество вынуждено тратить огромные ресурсы практически впустую. И, к счастью, далеко не все действуют подобным образом. Есть люди, и я рад, что их особенно много в этом зале сегодня, которые фокусируются именно на решении проблемы. Они понимают, что социальная выгода, социальное благо важнее интересов конкретного человека и конкретной фирмы. Именно поэтому их называют социальными предпринимателями. Вы удивитесь, но на самом деле на ложных потребностях и навязанных решениях создаются целые индустрии. Я приведу всего один пример. Оборот фитнес-индустрии в России в 2015 году составил 100 миллиардов рублей. И это огромные деньги. И тем печальнее тот факт, что 90% этой суммы было потрачено впустую. Это происходит потому, что люди просто не знают, что им нужно сделать, чтобы привести себя в форму. Идея о том, что им нужно купить спортивный костюм, записаться в фитнес-клуб, нанять персонального тренера и начать принимать спортивное питание, навязывается им активно с помощью рекламы и маркетинга в интернете, по телевидению, в социальных сетях. Но нет ничего более далекого от правды. На самом деле большинству людей для того, чтобы стать более красивыми, сильными, здоровыми и уверенными в себе, все это не нужно. Есть гораздо более простое и абсолютно бесплатное решение. Несколько лет назад я основал воркаут. Это направление предлагало альтернативу существующим в фитнес-индустрии подходам. Основная идея воркаута заключается в том, что возможности для тренировки можно найти в любом месте и в любое время. А многообразие упражнений с собственным весом позволяет подобрать нагрузку под себя вне зависимости от пола, возраста или уровня физической подготовки. Занятия на улице дают отличные результаты, при этом не требуют никаких финансовых затрат. А использование воображения в процессе тренировки позволяет постоянно изобретать новые упражнения, объединять их в комбинации и превращать рутинный тренировочный процесс в интересную игру. Фактически я сосредоточился на первоначальной потребности, откинул все лишнее и занялся решением именно этой задачи. Задачей того, как человеку привести себя в хорошую форму. А для этого нужно всего две вещи. Нужны регулярные тренировки и сбалансированное питание. И этот подход действительно работает раз за разом. В Советском Союзе не было фитнес-центров и не было магазинов спортивного питания. Тем не менее, мой дедушка всегда был в отличной физической форме, как и многие другие. Люди просто выходили на улицу и регулярно выполняли простые физические упражнения на уличных спортивных площадках. И этого было достаточно. А сейчас нас пытаются убедить в том, что нельзя привести себя в хорошую форму без блестящих тренажеров или пузатых баночек с различными порошками. Несмотря наоборот в 100 миллиардов рублей, фитнес-индустрия в России считается неразвитой. По мнению экспертов, нам нужно лучше развивать рынок фитнеса, чтобы люди становились более здоровыми. А знаете, в какой стране самая развитая фитнес-индустрия? В Америке, все верно. А знаете еще, что интересного можно сказать про Америку? 30% населения Америки страдает от ожирения и еще 40% от проблемы излишнего веса. Повод задуматься немного. В конце 20 века на экраны вышел фильм, главная идея которого заключалась в том, что весь окружающий наш мир — это лишь иллюзия, созданная машинами для того, чтобы отвлечь человечество от реальности, в которой ему готована роль живых аккумуляторов. Тогда многим эта идея показалась революционной, но не реалистичной. Однако, если мы посмотрим внимательно на наш мир, то заметим, что многие люди как будто живут в матрице. Только вместо машин им искусственный мир создают корпорации, а вместо энергии они питаются нашими деньгами. И действительно, у корпораций огромная власть. Они могут создавать тренды, за которыми будут следовать люди. Но это улица с двухсторонним движением. Если изменимся мы, то и корпорации будут вынуждены измениться. В конце концов, все сводится к выбору, который делает каждый из нас. Будущее еще не определено. И в зависимости от того, на что мы будем тратить свои силы, время и деньги, завтра мы будем либо смотреть очередной ролик про котиков на своем айфоне, либо любоваться закатом на другой планете. Спасибо. Спасибо.